Последний вызов был на пять часов. Таксист, подъехав к дому, дал сигнал. Никто не вышел на протяжный зов. Он подошел к калитке, постучал. Минуточку испортился замок. Раздался хрупкий женский голосок. Открылась дверь, и на ее порог Вспорхнул изящный белый мотылек. Лет девяносто было мотыльку. Иссится платье, шляпа и вуаль. На шляпе и на платье по цветку. В глазах застыла светлая печаль. Квартира ее выглядела так, как будто в ней не жил давно никто. Вся мебель в покрывалах и чехлах, пустые стены, мутное окно. «Вы не могли бы снести мой чемодан?» «Я, к сожалению, не имею сил». «Конечно, я все сделаю, мадам». Он бережно ей руку предложил. Легко довел и посадил в авто, взял чемоданчик и захлопнул дверь. Уселся рядом и спросил. «Ну что, куда мы отправляемся теперь?» «Вот адрес на бумажке». И мадам с волнением спросила, можно ли проехаться по дорогим местам, в которых жизни дни ее прошли. «Я не спешу, ведь это грустный путь. Мне в хоспис. Видно, подошел мой срок». Таксист боялся на нее взглянуть. Рождался в горле жалости комок. Моя семья уехала давно. Врач говорит, что времени в обрез. Начнем отсюда. За углом кино. Где мужа мне Господь послал с небес. Они гуляли больше двух часов. И он увидел улицы, дома, Где жили ее детство и любовь, Не знавшие, что впереди зима. Уже стемнело. Фонари зажглись. Она сказала, «Все, спасибо вам. Поехали по адресу». Таксист в ответ, «Как скажете, мадам». И вот уже у хосписа она, Коляска, санитар, Вокруг покой. Вопрос таксисту. «Сколько я должна?» «Нисколько». Покачал он головой. И, наклонившись, Убнял вдруг ее. Она шепнула, «Ты мне счастье дал. Спасибо за терпение твое». А он в ответ ее поцеловал. Назад дорога в полной тишине. В глазах прощальный взгляд ее стоял. Как хорошо, что вызов дали мне. Что я не разозлился. Подождал. Еще он чувствовал, Что этот день особенный. И душу изменил. Его покрыла благодать и сень. И он страницу новую открыл. Продолжение следует. «Сколько���mbreц. »